здравствуйте чем занимаетесь? ничего не забыли? что? пункт 4 статьи 5 закон о полиции вас ознакомить? должность? вы назвали специальное звание, а не должность нет, нет, вас ознакомить с пунктом 4 статьи 5? не надо? не надо? да, выполнить для начала, во-вторых, где ваш нагрудный знак? статья 25 закон о полиции войска национальной гвардии национальной гвардии федеральный закон номер 226 все верно от 3 июля 206 года статья 9 полномочия вашей национальной гвардии статья 34 можно ваше удостоверение? статья 34 федерального закона номер 26 можно 226? можно ваше удостоверение служить? не путайтесь в статьях нет, статья 3-4 статья 3-4 обязывает вас облашать конституционные права и свободы граждан так? все верно все верно можно ваше удостоверение увидеть? конечно можно пожалуйста потом мне свои документы предъявите ну все в основании скажете? в основании? да полагать что вы находитесь в федеральном розыске или скажете отсюда о следствии? о-о-о ознакомитесь с ориентировкой? что? ознакомитесь с ориентировкой где это написано? в 24 статье конституции что-то вы начинаете конституцию в фсм определите что я вам должен объяснить показать гражданин гражданин полиция в фсм filmmaking роста конечно же лейтенант полиции логинов Вячеслав Александрович старший полицейский только что вы по разгвардии говорите у вас полицейский написано полицейский разгвардии это должность ваша полицейский? познакомился с моим документом Познакомиться. Или я к ним в вопросах. Это ваша должность полицейская? Полицейская? Да. Вы что прочитали? Ну это ваша должность полицейская? Или что? Или как-то специальное звание? Вам не обязанно, чтобы на камеру говорить. Почему? Вы ознакомились с моим удостоверением? Ну так, мне интересно. Вы прочитали его вслух, на камеру. Конечно, мне интересно. Ваша деятельность регулируется законом о полиции? Так написано, что вы полицейский. Или федеральным законом номер 226? Давайте вы у тебя вопросы будете не ко мне задавать, хорошо? Ради бога. Руководство ВОЭС-национальной гвардии. Это кому? Согласны? Это кому? Руководство ВОЭС-национальной гвардии. Ну а имя, фамилия есть в руководстве? Вы мой начальник, что я вам перед вами начальник? Я гражданин, пока что я вам зарплату плачу, а не вы мне. Вы мне платите зарплату? Да. Таким законам вы мне платите зарплату. Вы социальный инструмент моего социального благополучия. Поэтому я вам плачу зарплату, в цену, в которую я плачу. Я вам покажу основания. Я вам покажу беседу, что нет. Я собираюсь с вами дискутировать, объяснять. Прямо клинием внимания, сидите в машине, чем нас занимались. Прямо клинием внимания, сидите в машине, чем нас занимались. Прямо клинием внимания, сидите в машине, чем нас занимались. Чем? Сейчас я вам предоставлю списку автотранспорта в Донскому району. Вы должны это понять. Знакомьтесь. Этот список неограниченный по угонам транспортных средств. Список еженедельно обновляется. Загородное шоссе, Kiasit, Nissan, Land Rover, Porsche, Panamera, Gazelle Next, Toyota Camry, Hyundai Solaris, Land Rover, Volkswagen, BMW. Что-то Renault Sandero тут нет. Я вам объясняю. Списки обновляются еженедельно. А зачем мне это тогда? Если у этой машины списки нет, значит ее не угоняют. Вы согласны? Абсолютно. Да, да, да. Есть также списки. Считайте. Давайте. Может и каждого... Прямо в каком угодно. Только причиняка на минутку. У меня нет времени с вами толпа стоять. Ну... Мне нужно ваш документ, чтобы я мог сверить согласно демокровскому розыску. Я еще не ознакомился, можно? Документы оставьте. Я ознакомлюсь и представлю. Если вы в розыске или нету. Я ознакомлюсь и представлю. На этом мы с вами распрощаемся, если будет нужно мне. Хорошо. Но это вам потом нужно. Можешь ваш паспорт? Паспорт? Да, вот у меня есть паспорт, находящийся в розыске. Согласен? Согласен, но меня там нет. И ориентировки у вас только нет. Я не читал ваши данные, я не знаю, не могу об этом упреждать. Может быть, у вас должны быть как-нибудь фотороботы? Фотороботы на каждого человека? Конечно. А как вы определились, что я, допустим, подхожу под этот рост? Хоть как-то, например. Предполагал бы. Предполагал бы. Отлично. Согласно статье 9 ФЗ о войсках государственной гвардии, там все прописано. Я бы хотел взять в руки. Последнюю страницу паспорта видели когда-нибудь? Да. О крайне от случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации. То бишь я, как представитель власти, могу взять ваш паспорт, посмотреть на факт подделки. Также теряют документы граждане Российской Федерации. Граждане находят, начинают приклеить фотографии. Вы с этим согласны? Нет. Потому что в случае указан в законе... Можно? Не можно? Я договорю. Ладно, хорошо. Давайте у вас. Если я предполагал бы, что ваш паспорт сейчас при проверке мною заинтересуется в качестве печати, вклеенных всевозможных фотографий, ваши, не ваши, я позвоню также дежурному и пробью ваши данные через базу. Хорошо. А теперь можно я скажу. Случаев, определенных федеральным законом, только один. Это решение суда. Вы, как я понял, не судья. И решения никакого вынести не можете, правильно? Какое решение? Если у вас есть основания полагать сомневаться в подлинности этого паспорта, вы можете его изъять на экспертизу. Я могу его посмотреть в своих руках. Нет, в своих руках. Если я вам позволю посмотреть в своих руках. Значит, мы дальше поедем с вами в Донского отдела города Москвы. Да. Составление протокола, доставление, задержание и прочих бумаг. Составление дежурное это будет. Да. Доставление, задержание и все остальное. У меня другие задачи на сегодняшний день и в целом в моей службе. Хорошо. Вы будете сверять со списком? Бою, Владимирович. Конечно, буду. Давайте сначала сверите, а потом, если у вас вознимут какие-то основания, полагая, что паспорт поддельный, составляете протокол доставления задержания и на экспертизу. Прежде чем, это я вам буду говорить, а не вы мне будете говорить. Понимаете? Я. Но вы что-то ничего такого не говорите? Потому что я еще не взял в руки. Ну. Надо же это понимать. Надо же это понимать. Надо же это понимать. Если мне что-то не устроит в вашем паспорте, я вам об этом сразу же заявлю. Вот. Хорошо. И я вам скажу, что он у вас настоящий. Хорошо. А дальше уже будет другая история. Хорошо. Ищем. Замечательно. Я вашу фамилию с вашими инициалами и отчеством не нашел в списке лиц, находящихся в Розовске по Донскому району города Москвы. Как замечательно. Теперь я бы хотел взять его в руки и также посмотреть на то, что я вам сейчас прояснил и сказал. Так что посмотреть? А, ну на паспорт. Конечно. Я же с вами стою. Ладно. Хорошо. Не звоню никому там. Не делаю другие. Принимаю действия. Сколько у нас лица находят паспорта? Сколько лица также покупают паспорта поддельные с гражданами? Как правило, это граждане других государств. Для никого это не секрет. Я думаю, не только. Тем более. Должны с нами сотрудничать. Скажем так, у меня есть такое право. Так, паспорт целый. У меня есть такое право вам помогать. Иногда я так этим занимаюсь. Совершенно верно. Чем вы машиной занимались? Николами меняете? Отказываюсь сообщить. Отказываюсь сообщить. Машина вам принадлежит? Да. Потом документы покажешь? На машину? Конечно. У вас есть основания подозревать меня в совершении правонарушения, связанном с транспортными средствами? Ладно, в общем, паспорт целый. Все хорошо. Мы все стараемся их? Да, да, да. Я вам полностью верю. Мне бы необходимо снять из обложки, чтобы я мог посмотреть первую страницу. Вот эту, да? Ну да. Я просто за файлом не вижу. Спасибо большое. Печать соответствует ГОСТу? Соответствует ГОСТу. Нет, вы не правы. ГОСТ на печати 40 миллиметров. Я еще не видел паспорта с печатью соответствующей ГОСТу. Я в эти моменты не углубляюсь. Могу так вам честно сказать. Ну вот я углублялся. И понял то, что у нас очень много документов не соответствует ГОСТу. Ну так надо, значит, с какими-нибудь предложениями идти на... Это куча предложений уже. Сами закрыли, да, так понимаю? Что? Вот. Нет, это обложки продаются в этом самом... В печати просил сохранить. А, вот эту? А, я думал... Ну, как правило, граждане теряют треть фотографии. Да. Ну, и надо ее изогнуть. Да, да, да. Что это самое. Две, два квадратика. Да. Но излом... Есть ли свои водяные знаки, которых кто-то еще до сих пор не знает? Ультрафиолетовые этот самый... Воложки. Чип выставит? Оно в паспортах. С вашими мы сейчас не знаем. Есть ли у вас? Ну, по поводу чипа не знаю. Но там в заграниках, как правило, чип в общегражданском. Не должно быть в воде. Да, у вас стоит чип, все нормально. Вы же даже об этом не знаете где, но я вам. Два квадратика. А? Два прямоугольника, по-моему, сверху и... Сверно. Павел отдельно. Ваш паспорт подлинный. Удлинный. Так. Сомнений, что у нас... Как хорошо. В таком-то неприемлемом виде, я не могу сказать. Как ответственный воздух, как говорится. Если машина вам принадлежит, вы можете мне показать документ. А если? Ваши фамилии, имя и отчества. И мы с вами распрощаемся. А если она мне не принадлежит? Значит, посмотрим на другие документы, в которых вы будете вписаны на страховку либо без ограничений, либо вы будете так же вписаны, как гражданин на 63 раз. Но вы же знаете то, что я могу отказаться вам предоставить документы на машину? Да? Потому что вы не сотрудник ГАИ. Я не передвигался, когда вы ко мне подошли, да? И прочее. Я вам не сказал, что вы передвигались, и я вас останавливаю. Вы надо, я вас все равно 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 останавливаю. Согласно своему должностному регламенту, своим приказам внутренним. Угу. Да. Ну и так, какие основания это для дальнейшей углубленной проверки? Или... Гражданин, я вам все сказал. Перестанете совершать незаконные действия? Я вам все сказал. 226. 226. 226. 226. 226. Федеральный закон. Статья 9. Полномочия 8 национальной гвардии. Там все написано. Можете ознакомиться. Ознакомите? Я? Да. Ну вы очень хотите ознакомить меня по фото. Я вас уже ознакомил с списком и лиц, находящихся в розыске. Также угленного автотранспорта по территории Донского района города Москвы. Вы один из немногих, кстати, полицейских и национальных гвардейцев, кто это делает. Потому что я сотрудник полиции 8 национальной гвардии. Вы же, наверное, мое статистическое читали. Там все написано. Да. Так. Сэр полиции, лейтенант. Полиции или национальной гвардии. Вот. Ну ладно. Все верно. Да, так и написано. Полицейский. Вот, кстати, впервые, наверное, вихру удостоверения большого. Винвестная охрана вошла в войска национальной гвардии. Да. Росгвардии. Да. В основном этого написано, что я являюсь сотрудником в войске национальной гвардии, старший полицейский. Понятно. Так, что вам еще раз нужно? Ну, машину, например, мы покажем, что я... Я пытаюсь посмотреть ваши два тренера. Да. Если у вас они... Вы сначала запомните их тогда, потому что я вам в руке не отдам. Мы можем куда-то сами выйти посмотреть. Давайте посмотрим. Вам какой удобный? Задний, передний? У-у-у-у. Ладно. Сейчас. Потом к вам вопрос еще будет. Все верно. Я переворачиваю вместе с вами. Замечательно. Смотри. Что? Задний коснуем так. Что, такой же? Ради бога. Ну, граждане теряют передние и задние номера, а девай, другие ездят. Все верно. Все верно. Да. В принципе, у меня все, к вам нет. У меня к вам есть. Машинка стоит с нарушением ПДД. Вы так считаете? Да. Более того, специальные сигналы не включены. Не включены. Выводитель данного автомобиля. Выводитель? Да. Я водитель. Вы водитель? Да. Ну, замечательно. Вам как? Лучше сюда вызвать ГАИ, на вас составит протокол? Или вам потом придет штраф, вас вызовут, составит протокол? По 12.19. Почему? Потому что. Почему? Мы гражданин. Да. В 836 приказу. Укадемка наша закончена. Отлично. Я вам говорю, до свидания, всего доброго. Хорошо. До свидания, и вам. Можно ваши данные записать? А? Маши данные записать. С какой целью? С какой целью? Что я вас проверял. Ну, я думаю, вы об этом получите документы. Мои обязанности. Не надо сейчас все. Записывайте. Мне приказывать каким-то своим внутренним. А чем регламентируется? Я вас проверил. Я вам все рассказал, прояснял. Я не буду на камеру сто раз об этом вам говорить. А чем регламентируется то, что вы записываете мои данные? Во-первых, имеет новое право. Я вас не спрашивал. Извините. Приверегу. Да. Приверегу. Но он ко мне обратился, не к вам. Да. И не надо вступать пока в дискуссии. Человек сказал, он сказал, что он хочет. Я себе так ключи заберу. И они будут. А то у меня машину угонят. Конечно, угонят. А мы же здесь стоим. Так. Ну давайте. Переписываюсь. Идти вот буквально 10 метров. Все правильно. Жизнь. Ну можно ваш пастор. А вы же собственник. Вот, пиши данные. Там указано, где гражданин зарегистрирован. В чем сложность спецсигнал-то включать? Все работает. Да? А я могу включить. Ну, уже поздно. Но было бы неплохо, чтобы вы устранили нарушение, да? Устраним. Нежиминутно. Нежисходно. Вот. Теперь все по закону. Да. Все, пока мне больше от нас нет. И вам удачи. До свидания. Хорошо. До свидания. Вот такая у нас Росгвардия.